Здравствуйте дорогие друзья, любители текстиля. Сегодня мы продолжаем тему начатую на прошлой передаче об огнетермостойких волокон. И сегодня мы поговорим больше о рынке, современном рынке огнетермостойких волокон. Посмотрите как вырос мировой рынок к производству пароарамидных и метаарамидных волокон за последние годы. В 2018 году он составлял 3,28 миллиардов долларов. Огромная сумма. А уже в 2022 году он увеличился на целый миллиард долларов. По прогнозам в 2026 году эта сумма уже составит 6 миллиардов. Видите насколько тренд явно движется вверх. Средний годовой темп роста 7,5 процентов. А темп роста по прогнозам до 2030 года 10,2 процентов. И это не считая политических событий, которые происходят в мире. А вследствие их, вы понимаете, этот темп роста может быть намного больше. В 2022 году мировые производственные мощности составили арамидных волокон около 130 тысяч тонн в год. Из них около 60 тысяч тонн это метаарамидные волокна и 70 тысяч тонн это пароарамидные волокна. Посмотрим, как же они распределены по миру и по видам волокон. Первое место занимает фирма Дюпон со своим кевларом. Второе место фирма Тейджин со своим волокном творон. На третьем месте Янтай со своим топораном. Китайская фирма. На четвертом месте корейская колонн и так далее. И тут где-то маленький сегмент это российские огнетермостойкие волокна. Их объемы несопоставимы. Первое место более 50 процентов занимают китайские производители из США. На втором месте 15,5 процентов Нидерланды творон. 13,4 кореи и так далее. Как видите, Китай здесь не превалирует. Пока, я подчеркиваю, пока не превалирует на этом рынке. 90 процентов рынка занимают 5 крупных производителей. Дюпон, Тейджин и так далее. Которые доминируют на рынке аромидов. Занимая 68-70 процентов рынка. Кроме того, следует отметить, что и Дюпон, и Тейджин, и Янтай. Выпускают не только пара аромидные, но и мета аромидные волокна. Кстати, не стоит забывать, что все пара аромидные волокна имеют некоторые недостатки. Кроме достоинств, которые я перечислял в прошлой передаче. Они деструктируют при длительном воздействии солнечного ультрафиолета. Теряют свойства, теряют прочность. А также они теряют прочность в мокром состоянии. В разной степени разные волокна. Но про это нельзя забывать. Теперь посмотрим рынок пара аромидных волокон. Как видите, он не сильно отличается от рынка аромидных волокон. В общем-то, те же самые показатели. То же самое первое место у Дюпона с кевларом. То же самое первое место у США. Второе место у Нидерландов. То есть здесь мощности распределены точно так же. Если же мы поговорим о мощностях российских, то представьте, что в мире выпускается 130 тысяч тонн, по данным 2022 года. А максимальная мощность каменского волокна 300 тонн в год. Как вы понимаете, это капля в море не только для мирового рынка, но и для российского рынка. Ведь потребность российского рынка в аромидных волокон превышает 10 тысяч тонн в год. Сравните. Все мощности российские не перекрывают даже малой части этой потребности. Термотекс максимум может выпускать 40 ТС в год, Лерсот еще меньше 20-25. Причем эти производства работают не всегда. Кстати, мета аромидное волокно под маркой Фенилон выпускалось в СССР в городе Кустанай в Казахстане. Но в 1996 году завод был полностью установлен. Оборудование было продано китайской компанией, которая выпускает это волокно под маркой Ньюстарт. То есть, на сегодняшний день российская экономика очень сильно зависима от поставок аромидных волокон. И в связи с санкционной политикой, конечно же, эти волокна сейчас поставляются не из США и Европы, они сейчас поставляются из Кореи и из Китая. Кроме того, существует еще группа мета аромидных волокон, про которые мы не говорили. Они обладают стойкостью к длительному воздействию высоких температур, обугливаются при температуре свыше 400 градусов и способны выдерживать короткое воздействие температур до 700 градусов. Они сначала разрабатывались для защитной одежды пилотов, истребителей, танкистов, астронавтов, а также для защиты от термических ожогов в промышленности. Нетканные материалы, например, из волокна NOMOX, используются для фильтрации горячих газов и для теплоизоляции. А вот пара аромидные волокна изначально использовались для одежды космонавтов, работающих на космических станциях, где очень высокое содержание кислорода. Как я вам говорил, мета аромидные волокна такой высокой прочностью не обладают. Следующие фирмы являются лидерами по производству мета аромидных волокон. Это опять же фирма Dupont со своим волокном NOMOX, фирма Teijin со своим волокном Teijin Konex, Yantai с волокном New Star, а также волокна Aromet, MetaOne, Aromet, X-Fiper. Тоже США, и Корея, и Китайская Народная Республика. Наиболее широко представлен в этом сегменте волокно NOMOX, которое при температуре 250 градусов в течение 1000 часов, представьте, 1000 часов, сохраняет 65% разорванной нагрузки, то есть очень термостойкое. Кислородный NX-28 используется в спецодежды для защиты от теплового излучения. Но для очень интенсивного излучения фирма Dupont рекомендует использовать смесь из NOMOX с кевларом в соотношении 95 на 5%. Такая смесь обеспечивает ещё более высокую прочность и более высокую термостойкость. Здесь мы можем сравнить различные свойства мета аромидных волокон. Тоже обратите внимание, что примерно у них одинаковая плотность, около 1,38 грамм на сантиметр кубический. Большую прочность они не обладают, как я вам сказал. И температура разложения плюс-минус тоже у них одинаковая, около 400 градусов. И опять же, что будет превалирующим фактором для конкурентной борьбы? Это будет цена волокон, которая, конечно же, будет дешевле у китайских и у корейских производителей. Распределение волокон, как вы видите, по миру тоже не сильно отличается от распределения пара аромидных волокон. Только здесь на второе место уже выходит китайская фирма Янтай, которая занимает 22% рынка. На первое место остается Дюпон США. И как видите, Китай очень быстро растет, прирастают его мощности. И если пока его доля на рынке пара аромидного волокна всего 5%, то у мета аромидного он уже занимает 22%. Нидерланды с объемом 1,5 тысяч тонн занимают 19% на рынке пара аромидного и 10% на рынке мета аромидных волокон. Эти волокна пара и мета аромидные обладают огромным комплексом высочайших свойств и поэтому применяются в самых разных областях промышленности. В оборонной, авиакосмической, атомной, нефтегазовой, металлургии, телекоммуникации, средств индивидуальной защиты и для производства резино-технических изделий. Ну, просто некоторые кратенько примеры рассмотрим. Это сверхпрочные элементы в изделиях гражданской скоростной авиации. Кабины пилотов, каркасы кресел, перегородки. Это сосуды и устройства, которые работают под высоким давлением. Топливные баки. Это армирующие элементы оптических кабелей для придания им прочности и долговечности. Это стропы, веревки и канаты из кевлара и других волокон. Это современный спортинвентарь и протезно-ортопедические изделия, легкие и очень прочные. Это шины, шланги и кабеля различные для высокого давления. Это фильтры, которые работают при высоких температурах. Это бронежилеты и средства индивидуальной защиты. Кроме того, это и армирование бетонных конструкций, которые работают как опоры мостов для высотных зданий и так далее. Кроме того, наиболее широкой областью применения это термостойкая защитная одежда и средства индивидуальной защиты. Одежда спасателей, пожарных, нефтяников, металлургов, автогонщиков. Теплозащитные изделия, негорючие декоративно-отделочные материалы, интерьерные ткани, для того, чтобы в помещении не произошло возгорание. А если произошло, чтобы оно не так быстро распространялось. Фильтровальные материалы для очистки горячих газов от токсичной пыли и термостойкая бумага. Посмотрите, как распределяется производство аромидных волокон в зависимости от сферы их применения. Первое место 30% средств индивидуальной защиты. Второе место фрикционные материалы. Третье резинотехнические. Четвертое оптоволокно и так далее. Например, в Российской Федерации распределены волокна следующим образом. 45% средств индивидуальной защиты. 25% использует Росатом. 15% использует Роскосмос. 3-4% в авиации. На все остальное остается около 11%. Первое место средства индивидуальной защиты. Почему? Высочайшая прочность, огни и термостойкость. В военных целях используют для изготовления всех видов защиты, включая танковую броню. Материалы очень легкие, очень гибкие. А значит снижается вес автомобиля, вес самолета, вес ракеты. Снижается расход топлива и обеспечивается очень высокая защита от различных видов угроз. Но вот опять же некоторые примеры. Посмотрите, для средств индивидуальной защиты. Перчатки, бронежилеты, бронекаски, халаты и фартуки для защиты от высоких температур. Ботинки, щиты для работы полицейских и бронемобили. Вот такой огромный ассортимент. Почему и занимают в этом секторе огне-термостойкие волокна первое место. На втором месте фрикционные материалы. 29% рынка. Поскольку есть такие материалы, которые за счет трения испытывают, подвергаются воздействию очень высоких температур. Для защиты от возгорания применяются вот эти вот паро- и метаарамидные волокна. Для сокращения расхода топлива выброс от СОО для легких транспортных средств. Резино-технические изделия, армированные аромидным волокном. Это шланги, канаты. Это 10% рынка. Но и наиболее растущий, быстрорастущий рынок. Рынок оптоволокна. И из-за того, что нужны надежные, прочные кабеля для подключения к телекоммуникационным сетям. Кроме того, есть еще и так называемые сополимеры аромидных волокон. К ним относятся полиамид и мидное волокно Кермель фирмы SAS, Франция. Которые относятся к семейству метаарамидов. Также к ним относятся аромидное волокно Технора, волокно Тейджин Японии и П-84 фирмы Evonic Astria. Первое место здесь занимает французское волокно Кермель, которое сравнительно недавно ворвалось на рынок. Под воздействием температуры 250 градусов в течение 500 часов Кермель теряет только 33% разрывной нагрузки. Высокий кислородный индекс 32%. Выдерживает температуру до 1000 градусов в течение нескольких секунд. Отличается от аромидов более низкой теплопроводностью, в 4 раза меньше, чем у Nomex и Kevlar. Широко применяется для средств индивидуальной защиты, для спецодежды, от термического разрушения и для современных изоляционных материалов. Спецслужбы очень многих стран мира используют кермель для одежды. Кроме того, его отличительная особенность является то, что эти материалы дешевле, чем пара и мета аромидные волокна, почему и производство их интенсивно наращивается. Вот здесь в таблице мы видим сравнительные свойства сополимерных волокон. Разрывная нагрузка у них не такая высокая, как у пары мета аромидных, за исключением волокна Тейджин. Температура эксплуатации тоже примерно 200-250 градусов. Следующая группа волокон полибензональные. Ярким представителем этих волокон является волокно Zeylon фирмы Tayoba, Япония. Прочность данного волокна почти в 2 раза выше у пары аромидов. Представьте, достигает 370 сантинюнтонных, прочнее, чем Kevlar, Tvaron и другие. А деградация волокна наступает только при температуре свыше 780 градусов. Кислородный индекс засыгает 68, в 2 раза выше, чем у пары аромидов, даже больше. Но есть недостаток. Zeylon достаточно быстро разлагается под воздействием ультрафиолета при светопогоде и теряет свои свойства. Поэтому его необходимо или защищать, или ограничивать время его пребывания на солнышке. Вот. Нитями Zeylon армируют бетонные блоки, получая огромную прочность, позволяющую строить высотные здания при строительстве небоскребов. Здесь мы видим свойства волокон Zeylon. Вот мы видим очень высокую разрывную нагрузку и очень высокие показатели термических свойств и огнестойкости. Еще одной группой огнетермостойких волокон являются термореактивные полимерные волокна. Это меламин формальдегидное волокно Basophil Basf и фенолоформальдегидное волокно Kinol. Вот оно, волокно Kinol. Тоже обладающее очень высокими свойствами. Это волокно производства Германии. Например, Kinol, несмотря на то, что у него невысокая прочность, всего лишь 12-16 см на текст, как у хлопка, но, тем не менее, кислородный индекс очень высокий до 34 см. И при плотности 290 г на м2 может устоять 12 секунд в пламени температуры 2500 градусов. Поэтому, конечно, может применяться также для защиты. Кроме того, у Kinol минимальное выделение токсичных газов и дыма при высоких температурах. Если же мы хотим достичь более высокой механической прочности, то можно смешать волокно Kinol с Nomax или с Kevlar и получить более прочное изделие. Можно смешать и с вискозой FR. Характеристики термореактивных полимерных волокон, басофилокенол, здесь вы тоже видите на слайде, очень высокий кислородный индекс и при относительно невысокой прочности этих волокон. Еще одна группа таких волокон в огнетермостойках – это окисленные волокна. Наиболее известные представители на рынке – волокно Perron, Tegri и Panx. Такие волокна получают путем термической обработки вискозных и панволокон или акриловых. Они обладают очень хорошей термостойкостью, не горят на воздухе, не плавятся и устойчивы к воздействию разбрызгивающего расплавленного металла. Например, волокно Panx немецкого производства получено из акриловых волокон, которые подвергают окислению и пиролизу при температуре около 300 градусов. То есть, как бы его обугливают, это так называется процедура. Получается волокно черного цвета с высоким содержанием углерода, около 62%, но с неуглеродистой структурой. Имеет низкую прочность, высокое разрывное удлинение и очень высокий кислородный индекс, высокая теплоэлектропроводность. Но так как волокно непрочное и к тому же черного цвета, в чистом виде его не применяют для одежды, например, а смешивают тоже с другими более прочными волокнами. Преимуществом является высокая его огнетермостойкость. Может применяться для одежды пожарных, летчиков, танкистов, для жаропрочных войлоков, применяется для сидений в самолетах. Иногда его для еще более лучшей защиты от теплового излучения покрывают алюминием или сталью. Последняя группа огнетермостойких волокон – это наши родные белорусские волокна. Называется такое волокно «Арселон» и выпускается на Светлогорском ОАО «Химволокно». Кислородный индекс у такого волокна до 28. Вот это само волокно, это ткань из волокна «Арселон». Имеет химическую стойкость умеренную, среднюю прочность, высокое разрывное удлинение, низкую усадку при высоких температурах и может работать при температуре до 250 градусов. Самое главное преимущество волокна «Арселон» – цена его намного меньше, чем у зарубежных аналогов, что обусловило его широкое применение для одежды пожарных спасателей как в Республике Беларусь, так и в России и в близлежащих странах. Сейчас выпускается в разных цветах – черное, синее, оранжевое, какое угодно. Основные области применения – это фильтры, это спецодежда МЧС, это фрикционные изделия и так далее. На этом мы заканчиваем цикл передач про огнетермостойкие волокна. Мира вам и вашему дому! Всего хорошего! Всем привет! Субтитры сделал DimaTorzok